Изначально в Рязанской областной общественной организации инвалидов Союз Чернобыль было зарегистрировано 2,5 тысячи человек. Сейчас в течение времени осталось полторы тысячи ликвидаторов аварии. Люди уходят, но и сейчас остаются те, кто готов делиться опытом, историей с другими людьми. Александр Панкратов один из тех, кто был на разрушенной атомной электростанции и своими руками ликвидировал последствия трагедии. Делали мы там около всей станции, ров большой, насыпной, чтобы при половоде радиация не прошла. Делали фильтры. Ну, этим я занимался где-то в течение, может, месяца-двух. А потом нас послали на крышу сбрасывать уран, графит. Ну, на крыше там мало времени всего проводить, всего процедура занимает 2 минуты, на крыше вообще 50 секунд. Там тебе по телевизору показывают, что надо сбросить, выбегаем пятерками, делаем свою работу, потом сигналы, и мы возвращаемся. Уран и графит сбрасывались человеческими руками в разрушенный реактор. Множество людей принимали участие в этой процедуре. Ведь выбежать на крышу станции каждому человеку можно было лишь только один раз, поскольку доза рентгеновского облучения была очень высока. Одевали сначала свинцовые плиты, а потом такая резина свинцовая, ну, очень тяжелая. Если так вот нагрузить, то килограмм 30 висит на тебе. Ну, и в этом одеянии туда. Так были защищены. Ликвидаторами Чернобыльской аварии считаются и те, кто во время взрыва находился в непосредственной близости к месту происшествия и по долгу службы не смог покинуть зараженную территорию. Юрий Сладков служил срочной службой в армии недалеко от места трагедии. Это все-таки воинская часть, мы же не можем бросить ее. Надо же поддерживать ее в рабочем состоянии. Те, кто остался, занимался обслуживанием воинской части. Некоторые из солдат на пожарных машинах принимали участие в прибивании очень опасной радиоактивной пыли, которая распространялась вокруг места взрыва. Участники ликвидации аварии говорят, что в те роковые дни совершенно не думали о том, какой вред может принести работа в зоне поражения. Поверьте, мы вот два года отслужили, мы должны были демобилизоваться. Ну, какая нам была радиация? А что такое радиация? Это же в апель, ну, ну, как, она никак же не ощущается. Никак, ничто. И для нас, для молодых ребят, быстрее хотелось домой. Юрий демобилизовался 10 мая. Тех же, кто еще полностью не отслужил свой срок в армии, раскидали по всему Советскому Союзу, потому что воинскую часть вскоре расформировали. Доказать потом, что эти люди являлись участниками ликвидации, было очень непросто. В этом, кстати, очень хорошую помощь оказывало как раз объединение чернобыльцев. Многие теперь получили жилье, положенное по закону, живут мирной жизнью и продолжают хранить память о тех, кто отдал жизнь на благо Родине.